Так, ну что, продолжаем играть. Это ГТО онлайн, Биобот, Брейн. И теперь мы будем выполнять миссии. Целенаправленно. Всем здравствуйте, ребятки. Угорать уже хватит. Зачистка 3. Да, две предыдущие зачистки мы пропустили, мы сразу придем прилетим. Так, это метамфетаминовая фабрика, да, насколько я понял, где-то тут, нет? Да, это нужно будет зачистить метамфетаминовую фабрику, нужно просто всех их перебить. Ребятушки, я вас не вижу, вижу, все, побежали. Нужно просто перебить всех влагу. Побежали, давай, давай, давай. Давай, пойдем, пойдем, не знаю, пошли направо куда-нибудь. Идет направо, песнь заводит, да, на левую сказку. На левую сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, да, русалка на ветвях сидит. На ветвях сидит, да, да, да. Ох уж эти... Ох уж эти стишки, да, да. Стишки детские. Да, есть такое дело. Где детские. Мы так бежим, знаешь, так отважно, так яростно. Все, ты слишком уж отважен, ты слишком отважен. Что ты делаешь? Прикати обратно, ты что? Это жевать. Я тебе говорю, что ты слишком отважен. Да, 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 что-то я переборщил немного. Нужно быть, ты с отвагой переборщил. Я умер. У нас есть еще одна жизнь. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, самое главное, не беги так. Понимаешь, всегда говорят, не лезь на рожон, не лезь на рожон. Это задание очень высокоуровневое, учитывая нас. У нас не такие мощные оружия. Я забыл, да, что мы с тобой вообще лалки. Так, 16-17 левого, да. Ну, сейчас мы раскачаемся. Мы просто с тобой не раскачать еще. Сейчас просто техногибрил. Как Экзибит прокачивает тачки, так мы с тобой раскачаемся, да? О, да. Еще, когда эти мониторы прихуячим тебе, все будет отлично. Все классно. Да, 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 попробуем. Все было бы прекрасно. А где ты здесь, лалка? А где-то в кустах, да, он сидит, что ли? Да, а вот здесь вот. Лалка, зазалка. Не-не-не. Я уже забыл, как управлять. А, вот все. Ой, ничего сложного. Сейчас самбо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, чуть не убили. Так. Это было бы очень... Женя, где-то рядышком, он где-то прямо рядом. Да, вижу. У меня здесь... Бляха-муха. Почти убили. А почему мне не дают опыт за убийство? Или это не должно давать? Ага, должны. 25 опыта за убийство стабилинно дают. То есть, все нормально. Так. Может, гранатку им туда давай? А матине осталось. Ну, может, да, типа приколёвать? Для эпика, да. Гранатчик. Гранат. Если бы то, надо было покидать им гранату, на самом деле. Угу, мне нравится. Нравится мне, когда гранаты кидаешь. И когда ты все тут взрываешь. Тем самым меня развлекаешь, да? Так, отлично. Для нас это, конечно, чуждо с тобой так бегать. Мы до 40-го уровня долго бы качались. Ну, да. Мы до этого уровня хрена дошли. Нас нужно было в выживании днями сидеть, наверное. Днями, ночами. Ай! Понял, понял, понял. Да. Сейчас я пойду. Сейчас, ебэш. Я знаю сейчас на тактическую гранаточку. Ай! Подло, больно же. Оу! It was hurt! Мужки! Лови! Зайдите, наделите. Ой, чувака, там автомат такой классный. Я бы тоже такой хотел. У него вообще оружие там есть автомат, который буквально с пары выстрелов у Нойсти. Вот ты, вот ты, какое скопление. Под стволочком. Там реально граната нужна. О-о-о-о-о-о-о! Там вот реально гранатка. Сейчас он тактическую. Так, ладушки. А ладушки. На, на. Что там у них? Слушай, я вижу там что-то, что-то какое-то шебуршание идет. Давай поближе, может? Да, ну я поближе подобрался. Никого не попал гранатой. Печаль, беда. А, вон ты где, наверху там. Да, я забрался, чтобы вот именно закидать их, но ни храни, получается, не долетает. Ну, это же ручная граната. Тебе надо подствольная, наверное. О-о-о, что-то было такое. Что-то там вообще эпичное творится. На-а-а-а. Да, точно, давай пару гранаток туда. У-у-у-у, давай родной. Ху-у-у-у, чувака пулемет. Все нормально. Ой, хорошо, как-ой, как хорошо пошло. Смотри, аху-у-у, все просто взорвается в рост мясо. Расцветали яблони и груши. О, я взял пулемет. Шестиствол скинул. Вот, спасибо. Пожалуйста. Телательщик скинул. Я пришел убивать вас. Отлично. Машину взорвал, троих уничтожили. Прекрасно. Ай. Чак, а там витаминчики хреновые. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Все, там уже труп. Смотри, на радаре трое осталось. Можно попробовать. Осталось по мелочи всего лишь. Пришел убивать. Я пришел, чтобы убрать вашу задку. Угу. У меня тут своя атмосфера, понимаешь? Все нормально, у меня тут. Все прекрасно. Вставай. Вставай. С первыми лучами вставай. Да. Мир в себе открывай. С милинга наложись. Нет, а смотри, там их еще больше. Там еще одна группка. Ну, вы бог же. А куда вы бежали-то без меня? Забыли. Давай. Убери этот шестиволк. Ты с ним еле бегаешь. Возьми что-то. По сути, да. Еле бегаешь. Я же девушка тут играю. Я же за девушку. Конечно, еле бегаю. С этой огромной хренью. Так, давай. Да. Но ничего не поменялось, даже если ты играл бы за парня. Ты бы по любому случаю бегал. Но это во всех играх. Помнишь? Во всех GTA, где есть шестиволка. Вообще в любой игре, по сути. Что там у них? С огромной хренью. Что там у них? Видно что-то? Видно что-то? Где они там? Они вообще вдалеке. Вон какой-то задницы мира. Давайте. Задницы мира. Ты где живешь? Я гражданин задницы мира. Я прошла вообще задницы. А то же говорили, да? Если родиться в самолете, по-моему, да, ребенок, то он гражданин мира становится, типа. То есть может жить в любой стране, да. Но есть такое дело, да. А так вот гражданин задницы мира. Мне нравится, понимаешь? Она реально круто звучит. На пингвинами надо пытаться. Гражданин задницы мира. Задницы мира. Какой пингвин? Пингвин. Слушай, а может туда на машине надо ехать было? А то мы пешочком так... Да я чертова. Ой, далековато, Жень. Я даже не представляю, где это. А я карту увеличу два раза. Да, да, да. Так, надо машина какая-то. Тачку. Мы реально тупанули. На четырехдверной. А вон они, прям дорожка. Что тут париться-то? Да, я говорю, прям на дорогу. Поезд. Поезд, да, побежали, побежали. Ху-ху. Хардкор, ебта. Хардкор экстрим. Кто свернет? Кто свернет? О, блин. Нормально? Хардкор экстрим, да? Экстримальное выживание. Что тут строить? Все, нормально. Все? Да, привет. Побежали. Так, ты им тоже факи показываешь, да? Угу. Ибо нефиг. Ибо нефиг, как говорится, да. Да, согласен. Только не стоит. А ты знаешь, положить, типа, монеточку там под рельсу, можно, типа, там... Сплющить ее? Не то, что сплющить. Так, мне кто-то заявку прислал. Говорили, что от монетки якобы может сойти с рельс, то есть такое дело. Ну, это опять же мифы и легенды. Что такое? Что ты нашел? Машина? Да, да, да. Пешком бежать-то. Садись. А куда я сяду? Там есть место? А, на двутверное. А он сам добежит, что ли? Ну, пить его, да. Он решит тебе вступить. А, ну ладно, спасибо. Спасибо, да. А он возьмет другую машину, вот смотри. Сколько там дверей? Ну, две двери. Ладно. Ладно, дави, слушай, может быть, попробовать подавить их, нет? Или это нерезонно? Что, я думаю, лучше не стоит. Мы их убиваем-то еле-еле на машине, мы сразу... Что-то я пока не вижу. Ты аккуратно ее поставь, наверное, да? А, да, вот и вон, они уже видны. Давай, так что... Вон, он грамотно тачку поставил, видишь? Вон, что, плохо поставить, а почти 17. Нормально, нормально, видкач. Может, пару гранаток туда? А, может, на счастье 40? Слушай, дают по 25. Раньше нам по 10 давали, да, вроде бы? Да. По 25. Ну, потому что раскачаны они. Угу, да. Двушечка осталась. Все, ничего, отлично. Побежали аккуратненько, да? Воу-воу-воу, кто-то здесь? Биотуалет. Там биотуалет стоит. Биотуалет. Почему? Ай! Ой, меня... Кто? Я не знаю, кто-то меня убил. Господи. Все, мы провалили из-за меня? Нет, еще одна. А, вы живы? Фух. Еще одна жизнь. Так что сейчас, если кто-то умрет... Я даже не понял, кто, откуда меня убил. Вот проблема, конечно. Ладно. Так. Полнц. Ох, ты ж, е-мое! Электрена, в машину взбегнулась. What the fuck, мэн? Что это было такое? Я просто так тишина, тишина... Так, хорошо. Хорошо, немножко денег... О, тебе как раз деньги нужны. 7 тысяч. Угу. И 2 тысячи репы. Вот это нормально. И 17 уровень. Волшебное. Просто волшебное задание. Так. Продолжить. Сейчас. У тебя какой? 17? Да, 17. Ага, у нас с тобой одинаковый уровень. Хорошо. Так, что тут еще? Загрузка. Загрузочка теперь. Ну, как же без нее? Как же без этого, да? Как же без этой волшебной загрузочки? Без нее никуда. Вышла бета-версия редактора перестрелок и гонок. Да, да. Создавайте свои собственные кровавые перестрелки, адреналиновые иконки и многое другое. Я слышал, значит, там какие-то миссии делали для GTA Online, да? То есть, ребята сделали миссии, названия придумали и отослали в Rockstar. Те вроде бы как одобрили. И будут присваивать им какие-то там награды, какие-то звания. То есть, что они якобы участвовали в разработке уровней. А, и будут добавлять следующим патчем. Это, кстати, правильно. Они спрашивают у людей, что бы они хотели. То есть, люди сами создают там идеи, создают эти задания, расписывают. Ну да, ведь людям самим же лучше узнать, что им хочется. Rockstar просто им дали эту возможность. Это прекрасно. Ну, это правильно, да. Так, все. Эх, постреляли пять минут, и теперь столько же загрузка. Так, ну да-да-да, как же. Будем без нашей библиотеки. Так, что это? Птичьи. Я не знаю, что тебе сказать. Все, я загрузился. Хорошо, но я тебя что-то не вижу. Я так понял, меня кинуло куда-то в другое место, да? Да, походу тебя выкинуло. Сейчас я тебе... Ах, твоя ж мать, ладно. Я иду. Давай. Так. Это печально. Ты знаешь, это не то, что печально. Это даже нормой стало уже. То есть, сколько мы с тобой играли, да? Ну... Так, сейчас частенько, да, выбрасывало. Я больше удивляюсь, когда нас кидают на один сервер, нежели на разные. Это действительно удивительно. Ну, как бы видят, наверное, что там играет банда, там друзья, и можно кинуть. Ну да-да, можно было. Может быть, просто у вас сервер забит, и меня по этому комнату не отправило. Черт его знает. Не, у нас мало людей. Два, четыре, пять человек. Пять человек, и пятидесятый, тридцать шестой левел, девятый. Так, а он с тобой, да, он к тебе зашел? Нет, я один играю. Он, наверное, с тобой, может быть. Либо нас всех троих кинуло на разный сервер, понимаешь? Мы с ним были на одном сервере, и он потом вышел просто. Походу, ладно. Походу, мы потеряли наши высокого уровня и задания, но ладно. Печалька. Как-нибудь, как-нибудь постараемся пережить. Может быть, нам с семнадцатого что-то новое откроют. Сейчас встретимся, посмотрим. Сейчас наберусь. А ты где? Я снова в свой апартамент. Ты знаешь, как я далеко? Ну-ка. Очень далеко. Ну, я так думаю, что я очень далеко. Так, сейчас давайте. Где-то далеко летят поезда. Самолеты сбиваются с пути. Моги. Если Брайн придет, это навсегда. Просто ты не дай ему уйти. Все нормально, едем. Так. Все хорошо, я под контролем держу ситуацию. Так, посоединюшку положу на телефон. О, боже. Это больно. Так говоришь, у-у-у, и вот он здесь рядом, но аж не проезжать. Я думаю, ты... Это вообще... Не-е-е-е, не-не-не-не, там какой-то... В заднице мира. Да я реально в заднице мира. Так, ты как будто родился в Сомалёте. Ты знаешь, как песнь? Я в заднице мира, мы воспитали кумира. Эй, йо-йо-йо. Хочешь воспитать кумира в заднице мира? В заднице мира. Господи, это прям эпик. Так, я застрял. Мне что-то Доминик позвонил. Задница мира и клака завтрашнего дня, понимаешь? Я придумал новые жизненные позиции определения, видишь? Ой, как люблю по горам тут кататься. Я на столбы залетел. Господи, какой же ты задница-то. Просто жизнь. Я предлагаю просто пойти сейчас на задание. У меня вот здесь как раз появился парашют. Я тебя сейчас позову, чтобы мы были с тобой потом вместе. Да, мы будем с тобой вместе жить. Мы будем с тобой вместе. Вместе и навсегда. О, да. О, да, детский. Ты давно не прыгали с парашютом сейчас? Ты хочешь на парашюте? Давай. Просто ближайшее задание было. Тем более мы здесь не были. Хорошо. Ты забыл, что через телефон можно выбирать? Да? Да? Я просто тут рядышком. А, окей. Пробуем его парашют. А, Ламара? Нет, Ламар не хочу. Мои друзья? Кстати, что надо Ламара гонки проходить, там тачки открываются, тюнинг для тачек. Хорошая штука. Да, да, именно вот это хотелось бы. Более такие неприбываемые шеи и прочее. Понимаешь, кажется, уже куда быстрее, куда быстрее реально. Машины и так очень быстрые, но куда еще быстрее. Чтобы были не поворотливые. Ты помнишь, да, вот по дефолту я езжу, да, вот любую тачку взять, вот уже за миллион, например, гоночную. Она же неповоротливая. Она такая быстрая. О, Кардемон 1, 2, 3. Кардемон. Что нельзя? Я уже подумал, какой-то какадемон. В игре присоединяются. Так, ладно, не могу начать. Честно, сейчас зайдет? О, зашел, конечно. Конечно. Хорошо. Все нормально. Все нормально, друзья. Я похож на Ашера, сразу вспоминаю. Сразу песни были такие. Мне нравится его сочетать. Вот был бы у него 777 уровень, вот это круто. Так, ставочку, давай сделаем. Не докачался. 300 баксов. У тебя ставочка? У меня нет ставочки. Есть ставочка. Видимо, типа, денежек нет. Так, ладно, погнали. Я прочитал не атлет, а омлет. Лысая женщина сделает омлет и получит. Воу, сознание. О, чего такое? Это нормально. Что там такое? Что мы делаем? Мы сознание будем прыгать. А, нажмите, чтобы... О, май гаш. Охренительно. Полетели. Да, детка. Это северный Янгтон. Поехали. Отлично. Хорошо. Да, бичас. Мне нравится это. Чтобы друг друга не врезаться, как это было в прошлом разу. Это очень замечательный прошлый раз. Вот это реально прикольно. Мне нравится, да. Я хоть и не любитель парашютных этих. Еще здесь можно было бы стрелять, если я поставил бы, то это было вообще жопа. Ладно. Лучше спокойно полетать. А как потом прыгнуть на точку? Какой кнопкой? Никакой. Там просто нужно приземляться аккуратненько. Ногами. Блядь, я приземлился ногами, ебто, лицом вниз. Нет, Женечка, там надо нажать, кнопочку было. Ну, конечно, конечно. Ты сбрасываешь парашют. Ебыч. В каком месте у нас с тобой? Я первый финишировал. Я первый? Я написанной. А, я второй. У тебя очков просто больше. Ты лучше пролетал, и поэтому ты победил. Смотри, почти восемнадцатый. Ну, ебто, блядь. Я скоро. Сосай, детки. Сосай, тело. Так, это было интересно. Нравится. Давайте, в принципе, наносим. Да, делаем, закончим. Мы будем коротенькие такие задания выполнять. Прокачивать им на левел. Коротенькие, но насыщенные. Все, ребятушки, пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok